Мы настроим DHCP сервер, в данном случае на коммутаторе L3 Juniper, но настройка мало чем отличается на других устройствах, в том числе и на SRX, про SRX и немного будет в конце. Приступим. Нужно настроить пул. Блок System Services DHCP. Назначаем пул. Пул называется по адресу нашей сети, в которой мы собираемся объявлять наш сервер. В данном случае это сетка 1.0.24.10.10. Для начала нужно задать блоки адресов. Adress Range Low. Нижняя его часть 10.10.1.50. Обычно такие я использую в своих лабораторных работах. И High, это его высшая часть. 10.10.1. Ну, допустим, 70. Что нам еще необходимо? Обязательно нужно задать шлюз по умолчанию. Роутер. 10.10.1. 1.1. И еще нам, конечно, пригодится DNS сервер. Name сервер. Ну, классические 4 восьмерки. Естественно, неплохо бы убедиться, что у нас вообще есть интерфейс в этой сети, и сервер запустится. Да, действительно, такой интерфейс у нас есть в этой сети. Применяем конфиг. Да, все у нас хорошо. Ну, и можно проверить, как себя чувствует сервис. Можно посмотреть пул, который мы назначили. Да, действительно, он есть. И узнать, получил ли кто-нибудь наш адрес. Никто не получил. И да, действительно, он получил адрес из нашего блока. Все хорошо. DSP сервер наш работает. Что касается особенностей у SRX. Здесь история ровно такая же. Настройка абсолютно аналогичная. Единственное, добавляется элемент, который привязывает данные настройки данного пула к конкретному адресу. Ну, надо не забывать, что, конечно, еще нужно правильно сконфигурировать зону безопасности, если мы говорим про SRX, и правильно там все настроить. Но это не входит в настройку непосредственно DHCP. Ну, если посмотреть на это над командами в set командах, то история аналогичная. То есть, вот то, что добавится в общем виде в SRX. Пожалуй, это все, что можно сказать о основной настройке DHCP на коммутаторах EX и firewall SRX.